Я Мане Утро, меня зовут Василий Копейкин, со мной здесь Лея Радна, за кадром Дмитрий Кудряшов. Переходим к новостям. И давай попробуем с первой новости. Окей, наша первая новость это то, что у нас стартует конкурс по фильму «Призрак доспехов». Для всех поклонников аниме и киберпанка мы специально к выходу фильма вместе с компанией «Софт Клаб». Софт Клаб? Да, все верно, я просто пыталась сейчас на память все сказать. Запускаем новый конкурс. Участникам нужно будет ответить на несколько вопросов и попробуйте угадать, что из предложенных вариантов существует в реальности, а что существует только в реальности будущего, как в фильме «Призрак доспехов». Надо сказать, что я уже попробовала пройти эти все вопросы, и они… Можно я тебя заранее огорчу? Выиграть нам нельзя. Нет, я знаю, мне просто было интересно посмотреть, что за вопросы, и они не самые очевидные, а некоторые даже такой хитрой подковыркой кликают, и думают, что здесь точно нет, здесь точно нет, и вопрос тебя такой подстёбывает. Есть там как минимум один такой вопросик, так что, ребята, будьте осторожными. И те, кто пройдут все вопросы и правильно ответят… А для того, чтобы пройти все вопросы, нужно посмотреть фильм? Мне кажется, не обязательно. Мне кажется, достаточно следить просто за современным техническим развитием. Там, в принципе, не знаю, даже сеттинга и аниме самого фильма можно, в общем-то, попробовать как бы угадать. То есть ты более-менее понимаешь, что существует, что может быть, чего не может быть. И те, кто правильно ответит на все вопросы, могут выиграть чудесную консоль. То есть Station 4 Slim? Да, на второе и третье место – сувенирная продукция по фильму. Там есть веер. Я вот веер хотел бы. Я, честно, больше хочу… Все игромани утром сидел бы и махал. Я больше хочу жесткий диск. Там жесткий диск, по-моему. Жесткий диск? Ну, это полезная вещь. Жесткий диск, слушай, ну, сейчас в любом магазине можно его купить, они сейчас не такие дорогие. Можно купить, а здесь можно выиграть. Ну, тебе нельзя выиграть, не забывай об этом. Ну, вот поэтому я просто говорю, гипотетическое желание. Да, и бутылочка тоже классная. Слушай, а куртка? Тебе не нравится куртка? Курка как у главной героини в фильме. Ну, главная героиня же, не герой, поэтому… Веер тоже как у… Я сексист. То есть, веер – это по-мужски, а такая куртка, бомбер – это не по-мужски. Да. Это слишком баби. Окей, это… Альтернативное видение моды от Василия Копейкина. Конкурс продлится до 10 апреля 2017 года включительно. Итоги мы тут идем на следующий день, 11 апреля. Принимайте участие, выигрывайте. Это легко, это буквально ответ на все вопросы. Тем более, там PlayStation-то разыгрывают, друзья, давайте. Вперед. Выигрывайте. Да, да, да. Кроме этого, друзья, мы подвели итоги опроса, с кем вы бы… Кем вы бы хотели стать в Mass Effect Andromeda. Андромеда. Накануне выхода новой части, знаменитой саги Mass Effect, мы решили представить, что главный герой мог стать бы не только человеком, но и турианцем, соларианцем, азаре или даже кроганом. И с этим сделали опрос. Самые сочные комментарии собрали. Тут вот хуманцы всех зарулят. Хуманцы рулят и педалят законы жанра, чего уж там. Ну, просто игроки хотят сделать подобие Шепарда, зачастую женской или мужской версии. Да, ну и первым делом сделаю в редакторе нечто хотя бы отдаленно напоминающее Шепарда. Не хочу играть зеленым новичком, который бравый командор как прыщи выдавливал, а ради прикола поиграл бы за женицов. Вот была бы веселуха. Такой уменьшенный вариант протоженица из второй части. Ну, кстати, за женицов, я думаю, многие хотели бы поиграть, увидеть историю с другой стороны. Слушай, я сейчас не поклонник Mass Effect, но… Ну, ты же знаешь, какие там есть… За инопланетянами? За расы примерно. Нет. Вообще? Вообще нет. Ну, вот перечислили здесь. Мне Кроганы нравятся, но я думаю… Ну, за Кроганов, кстати, мне кажется, там, небось, Кроганы на втором месте. Они самые такие прикольные ребята. Нет, на втором месте Турианцы и Атамазаре идут. Эээ, Кроганы на четвертом. Ну, как так-то? Они же лягушки. Ну, Кроганы прикольные. Ладно. Ну, и, конечно, да, по результатам опроса человеки выигрывают, как обычно. Зачем быть человеком, друзья, если есть возможность стать инопланетянами? Я никогда не выбираю в играх человека, если можно выбрать какой-то другой расы, потому что, ну, не знаю, как-то… Действительно, все-таки хочется в играх что-то другое получать, чем то, что есть в реальности. Я бы выбрала Азаре. Мне кажется, они самым привлекают синий. Это синий головы. С щупальцами. Синий, синий женщина лучше. Если они еще рогатые, хвостатые, это вообще замечательно. Синий женщина лучше. Синий женщина за бэс, отвечаю. Нет, это просто вспоминаю историю из видеоотдела, где нельзя говорить «Аватар». А почему видеоотдела не заговорит «Аватар»? Кто-то не любит этот фильм, я забыл. Вова, кажется. И что он делает, если говорит? Интересно, почему мне при гуглении турянцев предлагают открыть карту. Карты Google. Это странный вопрос. Надиви на карты турянцев. Турянцев, кстати, тоже прикольно. Это, да, турянцы на втором месте, турянцы топовые. Ладно. Я не помню эту историю, это рассказывали на каком-то из киномодов, ребята. И это связано с Вовой, поэтому нельзя зайти к ним в кабинет и сказать «Аватар». Ладно, давай двигаться дальше. Окей, у нас еще один конкурс, в котором можно выиграть наушники Plantronics по игре «Феерия». Буквально недавно состоялся релиз новой коллекционной карточной игры «Феерия», которую многие из наших сотрудников из редакции очень хорошо оценили. Я лично не очень, но тем не менее. А чем она тебе не понравилась? Ну вот здесь в новости даже тоже рассказывается о том, что насколько вот интересно, насколько там хорошее сочетание, что там объединили механику коллекционной карточной игры и настольной игры. Вот мне лично это напоминает по этим гексагонам, напоминает… Гексагонам, да. Что? Колонизаторов. Колонизаторов. Да, есть, ну, настольная игра, колонизатор, ты ставишь такие гексы, и там, собственно, земель получаешь различные ресурсы. Здесь как бы тоже есть взаимодействие с землями, захват этих вот колонцев, которые по углам находятся. Не знаю, на мой личный взгляд получилась какая-то мешанина. То есть я смотрю, я пробовала поиграть, я пробовала как-то проникнуться энтузиазмом своих коллег, но что-то как-то не зашло. Мне самые простые коллекционные карточные игры нравятся больше. В этом плане есть еще неплохая игра «Дуэлист», кроме «Фаэрии». Вот, есть, там тоже поле, там, правда, не гексами, но все равно тоже замечательно. Она достаточно старенькая, вот, но если вдруг хотите, попробуйте. Но, не знаю, «Фаэрия», кстати, вообще неплохая на самом деле игра. Мне нравится рисовка в ней, в принципе, в нее можно поиграть на мобилочках уже сейчас. Нет, она выглядит привлекательно. И вот для мобилок, да, мне кажется, возможно, такой вот для этой аудитории хорошо очень зайдет, потому что игра, вот, я сначала посмотрела, подумала, что это игра для мобильных платформ. То есть не знаю, как полноценную игру для пока не совсем ее воспринимаю, но, может быть, я просто ее еще не распробовала. Тем не менее, многим коллегам нравится, особенно главный редактор. Тем не менее, конкурс! Конкурс, да, конкурс! Вот, вам нужно выполнить условия и получить призы. Условия я не расскажу, потому что заходите на страницу конкурса и читайте их. Почему же не рассказать? Не знаю, зачем. Нет, мне нравится просто там сама вся веганика этих условий. Ну? У нас есть рецензия по игре «Ферия», в которой добавлены опечатки. И вам нужно просто представить, что... Уже понял. Ничего, давай, продолжай. Что? Ну, можно просто представить себе на месте редактора, внимательно прочесть текст, выбрать все опечатки, из них составить... Слово «Что ты?» Это ты знаешь, просто, мне кажется, кто-то поленится. Что за тобой сделать конкурс? Нет, на самом деле, опечатки... Это очень похоже именно на это. А, я поняла, о чем ты. Нет, на самом деле, опечатки там... Я почему вот так вот делаю? Я сначала зашла, думала так, сейчас буду вычитывать, сейчас буду искать, сейчас буду вычитывать. Но опечатки там крайне очевидные, они очень бросаются в глаза, они даже для тех, кто ленится, выделены жирным, поэтому найти их все не составит особого труда, поверьте Тем не менее, нужно их найти, нужно из них составить фразу и использовать ее в ответе на эту рецензию Первый человек, кто справится с заданием, получит наушники RIG 600, за второе место RIG 500 и за третье GEMS CON 388 Интересно, почему не такое число? Почему не 400? Почему? Я хочу наушники, я хочу по 4 свиньки, почему я не могу выиграть? Ну... Не заслужил, Дим, ладно Как тебе, Вася, семьи? Отлично, отлично, как раз завтра собирается приехать победитель и забрать их Если ему удастся это сделать, да? Да, если ему удастся это делать Ну, в общем, друзья, участвуйте вы в наших конкурсах, выигрывайте и обязательно будете счастливы Не так, как Дима Ладно, промолчу Давай двигаться дальше Тут перейдем уже к дополнениям Новость про дополнения И тут появилось дополнение Faster Baby для Mafia 3 Студия Angar 13 объявила о выходе дополнения Faster Baby для экшена Mafia 3 Игроки могут исследовать небольшой сельский городок Синклер Периш и прокатиться на новых машинах Кроме того, дополнение позволит использовать мины в качестве ловушек и выбрасывать гранаты из окна во время езды за рулем Еще игроков ждут новые сюжетные задания, действия которых происходят параллельно с событием основной игры Разработчики приготовили небольшой подарок для тех, кто еще не решил скупить новую часть Мафиа, владельцам ПК и современных консолей стала доступна демо-версия игры с первым актом Я считаю, что это отличная возможность не только решить, нравится тебе игра или нет, а протестировать то, насколько она у тебя хорошо понятна на твоем компьютере Ну для ПК, да, это в основном именно для этого делается Но с первым актом, не знаю, насколько я помню, первый акт не особо длинный и в основном там по городу не поездишь Ну, в принципе, да, для того, чтобы посмотреть, идет ли она на твоем ПК Я считаю, это вообще отличная такая тема И если бы для каждых современных игр, которые достаточно требовательны к ресурсу, входила бы какая-нибудь подобная возможность Многие игроки сказали бы спасибо, потому что у меня тоже дома не самый современный компьютер Я думаю, многие игроки сталкиваются с такой проблемой, когда сидишь, смотришь с теми на игру, особенно там, например, распродажи Думаешь, надо покупать, надо покупать, думаешь А вот, ну пойдет ли? А вот возьму я сейчас, и мне будет обидно Нет, ну сейчас в семье в любом случае есть возможность вернуть деньги Если ты не наиграл у нее 2 часа, как раз если она у тебя не пойдет, ты без всяких проблем это можешь сделать Да, это да, но все равно понимаешь, это уже такой порожек есть небольшой Как бы купить, разочароваться, вернуть деньги Тут как бы бесплатно Не поверишь, иногда покупаю игры, даже знаю, что они у меня не пойдут В надежде на то, что когда я куплю себе новый ПК и смогу на нем поиграть Покупают одежду на несколько размеров меньше, я такая, я точно похудею Я точно похудею, я это точно пройду, у меня это точно пойдет Лето впереди Еще два месяца и два дня Так что все будет хорошо Ну смотри, зато какая следующая новость хорошая Мне прям она очень нравится Для себя прям таки Да, для меня я когда увидела, такая, о, отлично Я каждый раз очень радуюсь, когда выходят какие-то ремастеры для переработки Или новой версии, продолжение старых серий И да, Planescape Torment Encharted Edition, быть Появилась новость о том, что обязательно Ну там кто-то сейчас по файлу бегает, закрывает мне половину слова Жеста-то какой! Там у нас прозрачная Решает не считать? Нет, вот когда вот так вот, что-то там вот было Вот так, вот, вот так, вот видишь, я не могу вот так отчитать А, так это ты делаешь, если что Нет, это я сейчас сделаю, это делал ты Да, так я когда так нажму, оно тебе ничего не закроет Ой, не важно, ой, не важно Хорошо, не важно, в общем, да, да, да В общем, ремастер для Planescape Torment обытия Он сейчас уже находится Что ты на меня так смотришь? Я слушаю, давай, расскажи Уже сейчас можно оформить приордер всего за 20 долларов, если не ошибаюсь В игре будет куча замечательных изменений, кроме внешней составляющей, улучшения графики Будет переработан интерфейс, добавлен battle lock, хотя не очень знаю зачем, но он будет Будет сбор лута по одной кнопке, что облегчит жизнь игрокам, потому что я тоже знаю, как это все знакомо Вот так вот перетаскивать из окошка в окошко Но для старых харкорных игроков будет возможность все эти нововведения отключить Купить ремастер и отключить все нововведения И играть в разрешение 800 на 600 Ну, может быть, как раз-таки там и справятся проблемы с разрешением Я помню, была такая возможность, можно было врубить некий фильтр, который переносил игру в старые добрые времена Там все было пикселизировано до нельзя, такое практически мозаичное Вчера же как раз-таки, по-моему, на ИУ была новость про платформер, который можно будет переключать вчера или позавчера? На прошлой неделе Ну, когда-то там, вчера Когда-то там, да Вчерашний день у меня очень расплывчат Да, новый платформер какой-то выходит А, нет, не новое, переиздание старого Где будет возможность в любой момент по кнопке переключать между старым, добрым и новым, перерисованным Собственно, ремастер этот Planescape выходит 11 апреля Будет доступен на винде, Mac и Linux Единственное, что в новости не сказано, как он будет распространяться Я думаю, что, наверное, также через GOG Надеюсь Да Я думаю, не только через GOG Я думаю, можно без всяких проблем купить его в Steam Так уже предзаказ есть, ты сама сказала Предзаказ есть, но он выполнен на сайте И он не ведет ни на GOG, ни на Steam И ранее предыдущая, так сказать, версия Planescape, которая продавалась, она не появлялась в Steam Нет, так что нет, я сама не думать, что он обязательно там будет Ну, может быть, да, может быть, нет Да, но самое приятное, конечно, то, что помогал в разработке Крис Эвилон С чем мы его Ну, не то, что поздравляем Благодарю Поздравляем Planescape Tournament с тем, что он им помог в этом Давай, перейдем к следующей новости Опять же, из раздела дополнений Ubisoft добавит в Watch Dogs 2 командные сражения и пушки для пейнбола И что самое прекрасное, кроме платных дополнений, которые будут доступны всем, кто купил Season Pass или просто приобретет этот DLC Будут еще бесплатные обновления В ближайшее время компания Ubisoft выпустит дополнения без компромиссов Которая добавит сюжетные миссии, где Маркусу предстоит столкнуться с русской мафией Об этом мы уже знали еще на выходе игры И, кроме того, дополнение принесет неанонсированные ранее новые костюмы и транспортные средства Одиночные испытания и нелетальное оружие А вот режим Showdown больше не часть платного дополнения Он выйдет для всех бесплатно И вот, кстати, это, на мой взгляд, очень хорошо Бесплатные обновления для игры всегда заставляют тебя вернуться Ну не то, что заставляют, а задуматься о том, что надо вернуться Посмотреть, что это, насколько это весело И особенно тем игрокам, которые до сих пор в это время все это время играли Там все-таки есть мультиплеер, которым можно долгое время заниматься Кому-то он очень нравится, плюс он еще бесшовный Вот, то для них это еще больше развлечений в игре Прям слышны слова фаната в Watch Dogs 2? Да, мне Watch Dogs 2 прям очень понравился К тому же, только я знаю, разработчики обещают не останавливаться на выпуске Бесплатных обновлений и добавлять еще другие в будущем Ну, да И это хорошо В общем, кроме этого, еще два несмертельных вида оружия получат владельцы сезонного пропуска И те, кто купил дополнение без компромиссов Аэр-шотган, с помощью которого можно откидывать разные предметы И тейзер-снайпер-райфл Вот, кстати, это то, что мне на самом деле не хватало Несмертельная винтовка снайперская Вот во многих играх, кстати, не хватает А зачем она тебе нужна была? Ну, я просто изначально хотел пройти игру без убийств А что за это, смертельная винтовка, она просто выключает противника? Да, да, да Ну, шокирует, он просто какое-то время вырубленный И не мешает тебе Вот А так у тебя было и несмертельного оружия Изначально только пистолет И все, по-моему Ну, не могу ошибаться В общем, может что-то еще было Может еще винтовка какая-то была А, да, винтовка была несмертельная, по-моему Но все равно Ну, в смысле автомат Но снайперки очень не хватало Мне вот очень понравилась идея как раз с добавлением пинтбольного оружия Я сейчас для этого пытаюсь помнить Есть вообще в каких-нибудь играх и шутерах пинтбольное оружие? Я так наспытку не могу вспомнить Слушай, мне почему-то кажется, что в GTA что-то подобное было Но могу ошибаться Возможно на уровне модов, а не на... Может быть Но здесь мне вот понравилось то, что сделали именно фишкой То, что это не просто пинтбольное оружие А оно закрашивает экран противника Если, видимо, часто попадать или целиться в лицо То можно полностью закрасить экран противника И ему это будет мешать Но это будет, насколько я понял, именно отдельным PvP событием Ну не то, что событием, а именно PvP То есть стенка на стенку или что-то в этом роде Прям в игре есть подозрение, что побегать нельзя Но дождемся выхода дополнения Там уже посмотрим обязательно Это уже, правда, в мае И в июне еще будет бесплатное дополнение В мае игроки получат схватки Забронированный грузовик И новое PvE событие Вот И, насколько я знаю, еще Ты не упомянула о том, что будет совместное прохождение Для четырех игроков Да А в июне откроют возможность кооперативного прохождения Исследовать город и принимать участие в событиях Можно будет игроками до четырех человек Я как раз хотела спросить Изначально можно было вдвоем С самого начала и всю сюжетку можно было? Нет, сюжетку не было было А это просто выполнять какие-то миссии по городу, да? Ну да Выполнять дополнительные миссии, которые помечены Именно как отдельно для прохождения вдвоем Ну и исследовать город можно было вдвоем Жалко, я думала, что появится возможность теперь именно и сюжетку проходить Не уверен Но тут тоже написано, что для исследования города И принимать участие в событиях То есть, скорее всего, тоже Мне в этом плане просто очень нравится Вот механика последних частей Science Roll То, что действительно можно вдвоем пройти всю историю Вот этого Это немножечко странно реализовано Немножечко странно реализовано Потому что там как бы дублируются два героя, но Ну не то, что дублируются Они друг на друга все-таки не похожи Да, ну как бы там Тут главное Ну, не важно Они друг на друга Ну, Science Roll вообще отдельная тема Потому что тут Там и сюжет такой, что заставляет твой мозг кипеть иногда Он веселый, она забавная Я не спорю Веселый, забавный и интересный И в кооперативе он становится еще веселей Вот Давай к следующей новости Да Герои Kingdom Underfire 2 заговорят по-русски Компания Innova работает над локализацией игры На которую, судя разработчик, потратил 80 миллионов долларов Я сейчас не знаю, зачем так много Привет, компания Innova Привет, компания Innova Которая у нас сейчас, возможно, смотрит Ну Да Собственно Компания вышла недавно В 2016 году И теперь Платформа 4game Вместе с студией BlueSide Начинает локализировать игру Для нашего рынка К тому же И сообщается еще о том Что разработчики работают над версией Kingdom Underfire 2 Для шлемов виртуальной реальности И для мобильных устройств То есть вообще Они решили разойтись всюду И в Россию И на мобилочке И VR И просто везде Насколько у них это получится успешным Посмотрим Собственно Выпуск локализации ожидается в этом году Все новости можно найти на сайте компании Innova И початки 4game Да 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 Сейчас просто я хочу посмотреть Да, это MMORPG И я, видимо, в нее Играл? Нет, не играл Но собираюсь Надо посмотреть Что там К чему И Я просто давно Как-то, знаешь Играл в ММО Я вот тут В Revelation Ну уже достаточно давно Получается Играл И как-то я под ним Соскучился И хочется именно Чего-то нового Потому что Последнее новое Именно для MMORPG У меня было В основном в Тере Хотя нет В Revelation тоже достаточно новое Было Много чего Но Вот Именно какая-то Новая механика Которой до этого не было Была Только вот в Тере А Kingdom Under Fire Интересно Выглядит И Тем более Раз уж там будет Полная русская озвучка Включая Судя по всему Перевод Диалоги Да Я думаю Это будет очень интересно В комментариях под новости Зрители пишут Что Боже мой 60 миллионов Это же как Два бюджета разработки Ведьмака третьего Что же они там сделали Это такого Перевели игру Нет Это вряд ли Бюджет разработки Ладно Но есть Что-то там действительно Есть интересное Да Ждем с нетерпением Final Fantasy XIV Получил неограниченный Период пробный И я опять Потеряюсь Наверное Через какое-то время Вот Ты же хотел как раз Какой-нибудь Мо поиграть Вот тебе Пожалуйста Я в него играл И Финалка XIV Достаточно давно Вышла И Друзья Если вы до сих пор Не играли Final Fantasy XIV Самое время начать Совершенно Замечательное Мо Боже Опять Совершенно Замечательное Крутая Ммо Мир Final Fantasy Весело Задорно Заниматься Там просто Не перезаниматься Чем? Крафт Классы Мир А вот Кстати Локализации Там тоже нет Локализации Там к сожалению Нет Сама игра Распространяется По модели Бай Нет За подписку И кроме этого Игру Саму вам Еще тоже Нужно 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 Купить Как у Вова Получается Как у Вова Получается То же самое Да Как у Вова Локализации Там нет Думаю Что Навряд ли Будет Но Демо С Неограниченным Периодом Какие идеи Компании Нового Посмотрим Посмотрим А Насколько Вообще Игрокам Которые Не знаю Не знакомы С серией Будет Легко Туда Блиться Без 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 Очень Понравилось Мне Понравилась Там Система Крафта То Что У тебя Для Этого Есть Отдельное Оружие Отдельное Одежда Отдельное И оружие В том числе Классы Там Меняются Простой Смены Оружия То есть Ты берешь В руки Меч Ты меч Ты берешь В руки Посох Ты Маг И Причем Прокачка Именно Сохраняется Ну То есть Ты берешь Меч Ты 22 Уровнем Берешь Посох Ты Первый Уровень И Тебе Нужно Его Прокачивать Но Если Ты Обрат Сменишь На Меч Ты Снова 22 Уровня Ты Берешь Как у Валду Я Кузнец Первого Уровня Да Идешь Ковать Мечи Да Именно Так А Насколько Для игроков Которые Не очень Хорошо Знают Отдельский Язык Будет Понятно Что Там Происходит Насколько Игротребов Треботельно Я На тот момент Во всем Разобрался Там Нет Ничего Сложного Если Конечно Хотите Погрузиться В сюжет И Мир Финал Фэнтези Да Наверное Придется Посидеть Со словариком Но Без Всяких Проблем Можно Поиграть Без Ограничения По Времени То Есть Там Будут Конечно Ограничения Насколько Я знаю Нельзя Переписываться В личных Сообщениях С другими Игроками Ограничена Торговля И Что Количество День Которые Получает Игрок Да Но Я думаю Что Это Не сильно Помешает Влиться В мир И понять Насколько Вам Интересно Это ММО Ну В любом случае Да Если Играть Цепляет Грех Ее Не Приобрести И Следующая Новость Компания Без Сезда Показала Оружие И Навыки Главного Героя Новой Игры Прей Разработчики Вырежали Ролик В котором Показали Новые Боевые Навыки И Оружие Помимо Дробовика Арбалета Герою Были доступны Особые Вещи Например Как пушка Окутающая Монстр Какой-то Хитрый Вязкой Субстанцией Мины Возможность Подчинять Себе Монстр И Направлять Его На Других Врагов Теперь Монтажной Пеной Можно Стрелять Кроме Того Герой Сможет Поднять Противника Воздух И Дальше Создать Собственную Компию Разве Что Известной Говорящей Пушки В игре Не Будет Напоминаем Что Игра Выйдет На Плейстешен Писи И И Сбокс Ван Аж 5 Мая Уже Совсем Скоро Предзаказ Доступен Насчет Консоли Правда Не Уверен Но На ПК Уже Доступен В стиме Можно Приобрести Я Вот Кстати Не Уверен Насчет Того Что Я Жду Прей Потому Что Меня Он Не Так Сильно Заинтересовал Я Знаю Что Он Будет Крутой Веселый Вполне Возможно Веселый Да Веселый Я Уверен Что Он Будет Веселый Со Всеми Этими Способностями Которые Здесь Есть Тебе Не Хочется Превращать Противника В Шарики Знаешь Мне Там Больше Понравилась Другая Новость Про Способности Которая Будет Чуть Дальше Вот Там Веселая Новость Я Готова Поверить А Здесь Шарики Выглядит Как Минимум Круто Мне Нравится Уровень Графики Но Этот Уровень Графики На моем ПК Уж Точно Не Пойдет Но Постримим Посмотрим Может быть Я Не Прав Вот Так Может быть Осталось Дождаться Просто 5 Мая Так Помимо Дополнений Для Watch Dogs 2 Появилось Новое Дополнение К Казакам 3 И Оно Добавляет Шотландию Ты Играл В Казаков Да Конечно Играл Причем С детства Самой Первой Части В третьих Попробовал В третьих Нет Когда Не Анонсировался Собиралась Собиралась Думаю Блин Я Не самая Большая Поклонница Таких Тегов Думаю Черт Это же Как В детстве Но Как Ты Все Поленилась И Не Прошла Нас Нас Как Я Вижу У нас Зрители В комментариях К новости Не очень-то Доволен Третьей Частью И Превозносят Первую Вторую И просят Лучше Как бы К ним Вернуться Ну Казаки Третьи Получились Спорные Но Неплохие Сюжетная Компания Добавляется И Это Неплохо Еще Одна Сюжетная Линия Теперь За Шотландию Можете Поиграть Вам Нужно Возглавить Шотландские Кланы Провести Их Через Масштабные Сражения От Битвы При Марстон Муре До Знаменитого Восстания Якобитов В Третьих Казаках Появится Ассистент Это Инновационный И Помощник По словам Разработчиков Поможет Управлению Государством Игроки Могут Заниматься Насущными Делами В то Время Как Ассистент Поможет Им Советом И займется Менее Важными Задачами Казаки Три Стражи Высокогорье Выйдет На ПК Одиннадцатого Апреля Вот Как раз Это дополнение Мне тоже Очень порадовало Что Такой Вот Вам Бот Он Будет Вам Помогать Ну Тут Понимаешь Тут Еще Вопрос Такой Кто Как Использует Ботов Потому Что В Блицкрике Третьем Используют Искусственный Там Даже Не искусственный Интеллект А Нейронную Сеть Для Того Чтобы Она Выступала В качестве Противника Да Простите Бориса Бориса И У тебя Там Есть Противник Борис Который С помощью Нейронных Сетей Так Или Иначе Развивается Строит Свою Тактику И Пытается И Любыми Способами Тебя Убить Понимаешь Вот Меня Вот Это Немножко Напрягает Как Бо Он Не Вырвался Из Этих Из Блицкрига И Не Начал Управлять Чем Нибудь Другим Знаешь Ты Занимаешь Так Своими Делами У тебя АИ Выгорит Так Да Захватывает Интернет Потихоньку И Пытается Найти Способы Как Зломать Военную Технику В той Или Иной Стране Да Мне Нужно Больше Танков И Тебе Домой Доставляют Танк Что Происходит Что То Здесь Не Так Это Как Новость Как Границы России Пытались Пересечь Станком Завить Что Это Коллекционная Собственность Элемент Коллекционная Собственность Бориса Ладно Знаешь В чем Был Плюс Казаков Когда Я В детстве В них Играла Отец Был Свят Убежден Что Это Одна Из Расово Правильных И Верных Игр Что В нее Надо Играть И Когда Приходилось Работы Уроков Так Устала Так Тяжелый День Дай Дохну На Дочечка Поиграй В Кузаков Хорошая Игра Ему Очень Нравилось Название Просто У меня Отец Тоже Из Казачества Считал Что В это Надо Играть Сиди Играй Окей Сейчас Такое Воспитанием Элемент Давай Дальше Да Натя только Объяснила Как Uncharted The Lost Legacy Стала Самостоятельным Дополнением Разработчики Поделились Историей О том Как они Сначала Хотели Рассказать Эту Историю В коротком Варианте Но Потом Что-то Пошло Не так Она Разрослась И они Поняли Что Все-таки Нужно Выполскать Отдельным Дополнением Потому Что Там Целый Такой Большой Пласт Сюжета Который Нужно Отдельно Как-то Оформить И Подать Вот Да Мы старались Сделать Его Небольшим Но Когда Стали Продумать Новую Сюжетную Линию Стало Ясно Что Он Должен Не Маленьким И Этому Дополнению Нужно Больше Игрового Пространства Сказал Курт Маргинал Игровой Директор На Autidogs Напомним Общения Когда Не указана Дочная Дата Будет Попозже В этом Году Это Обычно Растягивается До Какого-нибудь 31 Декабря А Потом Ну Второй Квартал Следующего Года Я Уверен Что С Uncharted Такой Не Произойдет И На Мой Вгляд Он Выйдет Даже Скорее Всего До Е3 Нет Подожди Е3 У нас Летом Да Я Не Думаю Да Е3 Или Геймскофф Геймскофф Совершенно Точно Летом Ну Е3 Он Не Очень Либо Осень Либо Вначале Осень Либо Во второй Половине Лета В общем Мне кажется Если бы Выходы Оставалось бы Пару Месяцев Они все-таки Уже Сказали бы Точную Дату Да Что Хочу Сказать На самом Деле Когда Dio Сипир Растает В Отдельную Игру Потому Что Тут Можно Все-таки Считать Как Наоборот Расширяет Рамки И Это Даже На мой Гляд Очень Хорошо Потому Что Ты Получаешь Полную Историю Не Обрезанный Контент Не Вот Часть Там За 9.99 Которую Ты Пройдешь И Тебе Ответить На те Вопросы Которые Ты Задавал Но У тебя Появятся Новые Откуда Это Произошло Из-за Чего Это Произошло В Отдельной Вот Как Игре В Расскажут Полностью То Что Ты Хочешь Узнать Закроют Полностью Историю И Тут Учитывая Что Uncharted 4 Насколько Я помню Все-таки Является Последней Частью Про Неттона Дрейка Если Я не Ошибаюсь Говорили Что Да Но Знаешь На фоне Возвращения К Уже Ранее Казалось Бы Закрытым Сериям Можно Посмотреть Что Вдруг Еще Вернется Да Можно Посмотреть Дополнительную Историю По Бочных Персонажей Вот Ну Тут Еще Есть Немножко Прямой Речи Давайте Зачитаем Тут Джош Шер Сценарист Uncharted The Lost Legacy У нас Появилась Возможность Создать Самостоятельную Историю Над этим Мы можем Работать Независимо Но В той же Вселенной И с теми же Персонажами И следуя Их Новые Взаимоотношения А Курт Маргинау Игровой Директор На Утитоп Мы Старались Сделать Его Хорошо Хорошо Спасибо Что Слушаешь Меня Я Просто Немножко Немножко Не Слушаешь Меня Да Немножко Не Слушаю Тебя Спасибо Завармутром Друзья Да Едем Дальше Там Будет У нас Новость Минутка Одной Строкой Разработчики Гонок Rocket League Подумают О выходе На Nintendo Switch Не Это Круто Потому Что Сейчас На Nintendo Switch Насколько Я Помню Единственное Что Из Гонок Хотя В принципе Rocket League Это Даже Не Гонка Mario Kart Будет Насколько Я Помню Он Еще Не Вышел Но Я Могу Ошибаться Надо Проверить E-Shop Вполне Возможно Что Что Из Старенького Там Может Быть И Появилось Потому Что Там Очень Много Выходит Портов Со Мешную Девочку Где Показано Ее Лицо И Дальше Элементы Тела И Думаю Причем Здесь Казалось Бо Футбол И Гонки Это Дима Хорошо Дима Реклама Дима У нас Очень Выглядит Хорошо Изменился Нет Я К тому Что Это Нативная Реклама Которая Зависит От Твоих Просмотров От Твоих Поисков Интернете Да Теперь Мы знаем Что В интернете Ищет Дима Это Рабочий Компьютер Василий Которым Пользуется В основном Дима И Ты Тоже Что Вот Что Сейчас Было Ладно Вейст Пишет Клон Вайпаут Неплохо Так Он Еще Не Вышел Чуть Попозже Веселый Футбольный Гоночный Спортивный Симулятор Спортивный Симулятор На Портативной Консоли Это Круто Единственное Что Ехать В машине И управлять Машиной Пока Ты Едешь В машине Единственная Проблема Да Что Скорее Все Ты будешь Играть Против Ботов Там Есть Вайфай Но Все Так В основном Ты Наверное Будешь По Мультиплееру Гонять Дома Скоро Е3 Скоро Это Когда Мы Пытались Помнить Дим Е3 Когда В начале Лето В июне Мы Угадали Даже Да Июня 14 16 Да Нинтендо Обещали Бомбануть Ну не то Чтобы Бомбануть А прям Крутую Конференцию На e3 От них И Увидим Что Это Будет Но Это Конечно Никак Особо Не связано С Рокет Лик Потому Что Нинтендо Тут Я думаю Тут Скорее Разработчики Рокет Лик Подсуетились Вот Ну Надо сказать Что Они Достаточно Быстро Это Сделали Да Я думаю Что Их Игра На Нинтендо Свитч Тоже Обретет Свою Популярность Давай Двигаться Дальше Окей Следующая Новость Вышел Трейлер Сборника Kingdom Hearts HD Полтора И два С половиной Ремикс Сегодня Он Уже На самом деле Поступил В продажу В Америке А вот Европе Релиз Состоится 31 марта Вся очередь Несколько дней В сборник Вошли Классические Игры Серии Kingdom Heart Все они Переработаны Под PlayStation 4 Кроме Того Игроки Смогут Увидеть Все Перерисованные Сюжетные Ролики В HD Разрешение И Собственно Вниже В новости Сам Самое Видео Которое Мы Смотрим Надо Сказать Что Выглядит Все Очень Привлекательно Наливает Не знаю Ностальгию Желание Да Подтянули Графику Подтянули Все Персонажей Мир Выглядит Все круто И Если Вы любите Персонажей Disney Да Они Сейчас Бери Окуна Матата Да Если Вам нравится Мир Disney То Это Игра Для вас Особенно Переиздание Да Да Можно Даже Попробую Я К сожалению Не Уверен Что Игра Выходит На ПК По-моему Или Выходит Все Так А Это Эксклюзив Да Давайте Просто Just Google Мультиплатформа Смысле Мультиплатформа Ну то есть Это скорее всего Только Напойки Эксклюзив Для PlayStation 4 Мне особенно Нравится Как Выполнена Графика Воробья Воробья Джека Воробья Да Ты его не видел Он там сейчас был Видел Ну прям Очень хорошо Ну не почти Как фильм Мне больше нравится Что Там Есть Аид И Капитан Крюк Все эти шутейки Перенесены Кстати Из мира Диснея В эту игру Что Русалочка Да Это Молезий Персонаж Диснея Это же Русалочка Твой Любимый Персонаж Русалочка Да Ну что В смысле И на ПК Что ли будет Нет Только Консоли Нельзя Для PlayStation А Для Консоли PlayStation 4 Здесь Там даже Написано В самом Трейлере Но Здесь PlayStation 4 Дима Говорит Что Вроде На Xbox Тоже Может Это Старое Дима А не Переиздание Про Серию А Вероятно Здесь Она Только Для PlayStation 4 Но Переиздание Да Видимо Для PlayStation 4 Покупайте Класс 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 Диснея Думаю Очень Хорошо Зайдет Вот Лей Я думаю Сейчас Побежит Покупать PlayStation 4 Ради Этого Аналитики Заинтересуют Интересно Что Будет За Унгора Унгора Это Как Раз То Что Совсем Скоро Собирается Выйти Я Много Время Привела Унгора Ждем Унгора Что Могу Сказать И Посмотрим Что После Выхода DLC Все Таки Будет С Игрой Насколько Она Поменяет Механику Или Не Мне Интересно Почему Аналитики Не думают Что Может Каким То Образ Связано С Выходом Новых Игр Жан И Все Таки В последнее Время За Последние Месяцы Полгода Появилось Больше Возможных Конкурентов Тут Скорее Не Конкурентов Тут Скорее Просто Аудитория Немного Размылась Мне Кажется Что Те Кто Играют В Фаэрию При Этом Все Рано Продолжают Играть В Хардстоун Те Кто Играет В Гвинт Все Рано Тоже Периодически Возвращаются В Хардстоун Но Я Могу ошибаться Потому Что Многие Узнав О том Что Появился Гвинт Только Ринулись Туда Потому Что Гвинта Не Было И Они Играли В Хардстоун Потому Что Не Было Ничего Другого Ну Все Так Мне Кажется Что Это Могло Повлиять Тоже И У Нас Следующая Новость Для Фанатов Овер В Компания Близзард Представила В Своем Магазине Новую Официальную Коллекционную Игрушку Фигурку И На Этот Раз Это Вдова Совершенно Замечательная Привлекательная И Прям Я На Ню Смотрю И Очень Хотелось Добавить В Коллекцию Было Еще Столько Денег Фигурка Будет Стоить Мне Уже Можно Сделать Предзаказ Она Цена Озвучена В 150 Долларов Столько Жестовала Предыдущая Фигурка По Овер С Рипером Но Кому Нажен Рипер Когда Есть Такая Чудесная Вдова Посмотри На Это Где Рипер Где Вдова Что Ты Поставил На Полку Если Выбирать Из Звух Нет Ну У У нас Была Солдатом На самом Деле В России Коллекционка Это Разные У них Даже В магазине Есть Такие Мини Чибики Какие Чибики Понятное Дело Есть Коллекционка А я Имел Ввиду Такого Качества Такого Качества Да Появлялся Рипер Он Не Был Коллекционом Он Просто Шел Как Отдельная Фигурка Без Игры Если Я Правильно Помню И Фишка В том На самом Деле Что Дим 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 Почему Не был Коллекционным Это Краска Наоборот Предмет Для Коллекционеров Это Предмет Для Коллекционеров Я имею Что Он Не Входил В Коллекционку Вот Рипер Да Рипер Тоже Был Хендмейд Потому Что Эта Фигурка Тоже Хендмейд То Кроме Того Что Сделана Сама Сделана Вручную Еще Вручную Раскрашена И Я Что Это Ограниченное Издание Оно Выпущено Определенным Тиражом И Не все Скорее всего Купят У нас Оно Ограниченное Даже Количество На покупку Не больше Двух Фигур К одному Покупателю Отпускается Ну Чтобы Не барыжили Правильно Я Я Жду Когда Появится Красавчик Я Хочу Красавчик Или Диву Вот Диву С мехой Причем Вот Реально Вот Такую Что Там Была Такая Меха Прям Настоящая Прям Проработанная Еще С открытой Это Как его Забрал Чтобы Диву Можно было Туда Сажать Внутрь Диву Диву Ну В смысле Саму Диму Дерешь Диму Сажаешь Большую Меху Даешь Ему В руки Фигурку Димы И отправляешь Покорять Город Москва Нет Диме Бастиона Нужно Диме Бастион Нужно Да Хорошо А я Ты знаешь Кого бы хотела Добавить К фигурке Трейсера К фигурке Вдовы Я бы хотела Добавить Трейсер Поставить Их рядом И любоваться Рядом Их поставить Знаем Что бы ты Хотела С ними Делать Все знают Это Твои Мысли Твои Мысли Тут Вот Нам Предлагают На выпуске С Федей И Мной Косплеить Вдову И Трейсер Ты Будешь Я буду Синим В смысле Трейсер Бородатая Трейсер Это что Вообще Такая По порядке Бреда Какой-нибудь Здоровый Мужик Который Вообще По комплекции Не похож На персонажа С бородой С длинными Волосами Какой-нибудь И Смешных Сапогах Это Знаешь Этот Популярный Менчик С косплеем На Солермун И все Тоже Пишут Вася Трейсер Не Бородатая Вдова Бородатая Вдова Топ Хорайзен Верлайн Тоже Нравится Идея Синим Будет Галстук Зная Его Нет Галстук Акраски Можно Дивой Ему Пойдет Такой Дивой Дивой Да Дивой 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 Я слишком Стар Галстук Скорее Будет Этим Люсей Нет Дивой Слишком Бел Для этого Слишком Бел Для этого Так Это И Весело Ладно Фигурка Крутая Но У нас Она К сожалению Не доедет До нас Это Вот Как С коллекционкой Картмана На велосипеде Фракчуров Батхол Я Вот Точи Хочу Но Она Вроде Только На Амазоне Продается И Даже Не проверял Купили Все Или Нет Я не знаю По-моему Раньше У Близерд Стора Были Какие-то Проблемы Доставка В Россию Их Нет Доставки В Россию У них Есть Доставка В Белоруссию У нас Многие Друзья В Белоруссии Особенно В чате Лавр Там Периодически Появляется Я Вот Тоже Все Задумаюсь Через Лавр Просто Заказывать Я Опоздал Покажите Фигурку Вдовы Там Кстати Был Тоже Хороший Вопрос Будет Лив У Вдовы Накладная Пятая Точка У меня По просьбам Зрителей По просьбам Зрителей Ходмейдовскую Вдову Только Посмотрите Какая она Замечательная Но при этом Фигурка Солдата В коллекционке Не была Ну как Была Раскрашена Но она Была Сделана Под Бронзу Она Очень Странная Пора Дружить С белорусами Да Давай Перейдем К следующим Новостям Давай Давай Автор Девинти Ариджинал Син 2 Рассказали Об умениях Двух Игровых Классов Студия Лариян Выпустила Новый трейлер Посвященный Ролевой игре Девинти Ариджинал Син 2 Разработчики Рассказали Об особых умениях Двух Игровых Классов Конгурер Конжурер Или как это правильно Читается Конжурер И метаморф Конжурер Может позывать На поле боя Тотема Усиливающий Напарника И воплощение Боевых миньонов При этом Тотемы получают силу От почвы На которой установлены И могут давать Дополнительное усиление К примеру От воды Или огненной лавы Вдобавок Тотемы способны Атаковать противника Или накладывают на него Ослабляющие Заклинания А метаморф Умеет парить Над полем боя Отращивать себе Щупальцы Вместо рук И превращать противника В цыпленка Дим, ты лучше включи Второе видео Которое находится В конце новости Оно совершенно Замечательное В нем Разработчик Ну, это видео Просто будет долго идти Три минуты Сейчас будем Три минуты ждать Пока закончится первое Минута из них прошла Минута из них прошла Ой, все Там дальше видео На 11 минут Тебе недостаточно Просто я хочу На самом деле Показать его зрителям Оно сделано Совершенно замечательно Там разработчик Показывает Иллюстрирует Работу Наш всеми любимый Знакомый Всем У него Свинвинки Да Иллюстрирует Работу новых Скиллов С помощью Подручных Стресств И альпак И это выглядит Чудесно Хорошо Когда у людей Есть чувство юмора Свинвинки Совершенно Про это видео Я говорила Когда мы говорили Про демонстрацию Способности Вы помнили Про прей Вот Вот как надо Я понимаю Что у команды Разработчиков Есть юмор Это замечательно Свинвинки Был у нас На Игромире До этого С ним С ним Было Интервью В одном Из выпусков Игромани Уже не та Или вместо Или вместо Игромани Уже не той Ну стрим был В смысле Да На стриме Он у нас появлялся Когда мы как раз Стримили Еще Предревес А Ну игра по-моему До сих пор не вышла Находится в раннем доступе До сих пор А вот полная версия Выйдет в декабре В декабре Да Но ранний доступ До сих пор Бой альпаками Обновляется Да Почему бы и нет Почему бы и нет Как это мило Почему у нас нет Вообще Бой альпаками Может потому что У нас это альпак Может потому что Сидеть в эфире С фингалами Это не очень весело Скажи это видео А потом рассказывать Про то что У тебя был бой С альпаками Именно поэтому У тебя синяки Слушай я говорю Скажи это видео Дело Которые тебе глаза Подбивают нерфом А тут альпаки Они намного более гуманные Когда бьются Друг с другом Да даже если об тебя Ты очень боишься Атаки альпаки Я не знаю Кто такой альпака Не знаешь Кто такая альпака Да Как ты вообще можешь Существовать Нормально Мне и так норм Ладно И ты еще называешь Себя анимешником Да Ой фу В аниме не часто Появляются альпаки У поклонников Аниме должны быть Альпаки Обязательно Связано аниме Альпак Ты ничего не понимаешь Я ничего не понимаю Они милые Они кавайные Их очень все любят Кавайные котики Альпаки Не очень Котики это Доминатриксы Властелины Альпаки Милые А котики Такой Криминальный Свод Сегодня в офисе Громании Один из сотрудников Был избит Боевой алипакой Вот так Ладно Давай Следующая новость Да Тут В Steam Стоялся релиз Партфорной лора Сумо Мэн Новый супергерой На самом деле История рассказывается Про сумоиста Который возвращается В деревню Обнаруживает Что все его друзья И знакомые Все его друзья И знакомые Подвержены Какому-то Очень странному Заклятию Из-за которого Они все Пали в спячку Если я правильно помню И ему нужно Узнать Что же все-таки Произошло в деревне И продвигаться По тем Или иным Уровням Крутой Кстати Платформер Во многом Он очень забавный Я смотрю на видео Мне уже хочется поиграть Во многом Он здесь На баланс Но Он выглядит Очень весело И Сумо Мэн По-моему Очень Трудности Бытия Пухлого мужчины Что? Трудности Бытия Пухлого мужчины Ну да Видишь Под ним все ломается Он там Вечно Какой-то падает Так это весело Аня все хотела Игру Про пухликов Вот она Наконец-то вышла Там даже Есть кооператив Это понимаешь Да Люди же хотят В играх Получать то Что они получают В реальной жизни И Да У Ани Его явно Никогда столько Не будет Даже если она Очень постарается А здесь Вот какая Отличная Возможность Реализовать Какие-то Вот тебе пишут Чего она смеется Бедный толстячок Ты оскорбляешь Чувство толстячков Я выполнела Все Поздно Я между прочим Пополнела Вы не видите Сколько у меня Здесь всего Давай еще Расскажи Насколько ты поправилась Все позже Ладно Я так много Никогда не весила Самый весенний Супергерой Вот Дима Шапилев Пишет Да я же Мечем этот герой Все мы после зимы Немножко с ума есть Я вообще Вы же могу На чемпионат Бонни выходить Так что Давай Дальше По слухам Игра Eternal Ring Выйдет С PlayStation 4 На Наоборот Игра С PlayStation 2 Вполне возможно Появится На PlayStation 4 Да Если слух Подтвердится В скором времени Нас ждет Соответствующий Анонс И Если Все будет Так как Ожидается Игра Получит Поддержку Трофеев И Шероховатых Телевизоров Шероховатых Шероховатых Телевизоров У тебя дома Шероховатый Телевизор Да А у него Кошки Точат Ногти Поэтому он Шероховатый Игроки Берут на себя Роль молодого Мага Кайна Моргана Отправляющегося На остров Подозвание Безвозврата Уникальный Тюжетный Поворот Сражаясь С мистическими Существами Он будет Искать Легендарный Артефакт Такая Забавная Старая Игрушка Для тех Кто В нее Играл С незнакомым И ностальгирует По ней Они Возможно Смогут Получить Переиздание На Четвертой Плойке Да На самом деле Проект От создателей Dark Souls Представляет собой Ролевой экшен От первого лица Вот Так что С нетерпением ждем Скорее всего Он Я думаю Там будет Много перекатов Много перекатов Я думаю Нет Если это экшен От первого лица Я думаю Там нет перекатов Перекатов Первого лица РПГ От первого лица Нововведения То есть Игру перенесли С PlayStation 2 И там будут Нововведения Я думаю Это скорее всего Будет полное Переиздание Сейчас очень Ну как Немного Но есть игры Которые Просто доступны С PlayStation 2 На PlayStation 4 Там Видимо Прикрутили Или я не знаю Есть эмулятор Который есть Который работает Уже на PlayStation 4 И Это хорошо Что база Игр с PlayStation 2 Пополняется Это да Как раз В чате Вспоминают Про Зельду Ребят Сейчас вам Будет новость Про Зельду Да Зельда Breath of the Wild Прошли За 45 минут Очередной Спидранер Предыдущий рекорд Я к сожалению Не помню Там был Что-то в районе Часа По-моему С лишним Вот А тут Игрок До 45 минут Прошел игру Мне кажется Можно и быстрее Но Тут Фишка в основном В том Что Вам Все-таки Мешают Анимации Потому что Есть много Анимаций Которые вы просто Не можете пропустить Они как Обучающие Вам нужно Собрать Сначала Все Способности Которые есть На первой локации И только потом Вы можете Бежать Туда Куда Хотите Да И в принципе Без этих Способностей Я думаю Вы и не Сможете Нормально Пройти Игру Вот Просто фишка Игры в том Что ты Не обязан Проходить Основные Миссии А просто Можешь Сразу Пойти В замок И валить Главного Босса Игры Так как По сюжету Когда ты Идешь По Ну там Не то что Дополнительным Одной из основных Миссий Тебе нужно Попасть В четыре королевства Ты приходишь В эти четыре королевства Они говорят Да тут вот Есть Огромный Как это В общем Огромный мех Наверное Все-таки Который захватило Плохое Плохой дух Ты приходишь Туда Захватываешь Этот мех И в итоге Появляется Как раз Плохой Этот дух Если ты бежишь Изначально В замок Там тебе нужно Бороться Одновременно Со всеми Этими духами Главным боссом То есть Возможность Пройти Есть Но Я просто Не очень сильно Понимаю Этих спидранеров Потому что Спрашивают Что за порты И за 45 минут Прошли Да Я не понимаю Зачем Ну то есть Понятно Что челлендж Понятно Что кому-то Это весело Но Этой игрой Нужно наслаждаться Потому что Тут Основа Это Уровни Которые там есть Мир Который там есть Наполнение его То Как все Друг с другом Взаимодействует Тут вот Летучий корабль Например Построили Там Там Можно Взять Предметы Которые Поднимают Другие Предметы В воздух Там Есть Плот С помощью Которого Можно Передвигаться По воде И просто К плоту При Ну то есть Добавили Вот эти Вот Летай Поднимающие В воздух Штуки Их Несколько И С помощью И этот Плот Полетел Я смотрю Тебе новая Зельда Прям вообще Еще понравилась Мне очень нравится Детали Все описываешь Та механика Ну то есть Механика игры Которая там есть Мне очень нравится То что Вот еще Кстати Порадовал момент Когда Там есть В одной деревне Боевые петухи Ты обижаешь Одного из них На тебя Получается Целая армия Петухов Слушай Ну опыт игры В Скорим Должен был нам Показать Что Трогать Трогать Курица Это не к добру Да Так вот Там есть Такие петухи Если ты обижаешь Одного На тебя Это прям Целая армия И Они есть Кстати В каждой части И тут Один из игроков Взял просто Этого петуха И сделал так Чтобы Один из противников Ударил Этого петуха И все эти петухи Слетелись На противника Это Выглядело Очень круто И Мне кажется Именно Вот это Должно Вот Именно Поиск Разных Вещей Интересно Которые Вы можете Сделать С помощью Механики Игры Которая Вам предоставлена Вот это Весело А не Проходить За 45 минут Игру Я тоже Понимаю Твои чувства Я тоже Видела Как Спидранеры Одни из Моих Любимых Игрок Нет Тоже Самый Little Big Adventure Проходили Минут за 40 И я Сижу А как А как А как же Там сюжет Там Мотосфера Зачем Зачем Это Выглядит Знаешь Как Такие Вот Видео Или Фото Агония Для Принфекционистов Когда Плиточки Неровно Уложены Душевно Мучаешься Как же Так Это Прямо Где-то Здесь По сердцу Раны То же Самое Со Спидранами Смотришь Думаешь Ну Чего Ради Какого Какого Тео Да Ну Вот Я еще раз Расскажу Историю Про Спидранеры После чего Я Их Считаю Очень Странными Людьми Когда Был Ивент На Твиче Они Проходили Пакмана Какого 3D С сюжетом И Один Спидранеров Просто Шел За Край Закрытую Дверь Минуты Две После чего Прошел Сквозь Нее По-моему То же Самое Можно Было Сделать И С Какой То Из Первых Весер Пакмана Когда Тоже Ты Края Карта Подходишь И Он Кушает 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 Сену Перекушивает И Такой Медленно Ползет За Края Экрана Прошел Гейм Овер Но Это Совсем Хотя На самом деле Знаешь В принципе Я тоже Могу Понять Я Тоже Когда Играю Люблю Искать Какие-то Вещи А что Если Я Сделаю Не Так Что Если Так Для Эстер Профессиональная деформация Да Но С другой Стороны Спидран Это Другой Другой С Спидран Это С И Многие Этим Просто Увлекаются Давай Перейдем В следующей Новости Видоблогер Собрал Оружие Трейсер Из Лего Действительно Зачем К черту Все Современные Материалы Зачем Кому-то Нужна 3D Печать Зачем Кому-то Нужна Ева Ворбла И прочее Когда Можно Ворбла Ворбла Ева Баблстар Пвх Ворбла Ева Баблстар Баблстар Да Пвх Ну Пвх Понятно Это клей Хорошо Это не клей Осталось Смышлой Это не клей А я перепутал Ладно Баблстар Давай Что это Баблстар Это то же самое Что ворбла Но российской разработки Хорошо Что такое Ворбла Ворбла Это Термопластик Не На самом деле Еще легко Это объяснить Ворбла Да Ворбла Слушай Это на самом деле Очень легко Объяснить Ворбла Это очень легко Объяснить Ворбла Я же такое Просто слово Представь себе Мелкий-мелкий Такую втружку Пыль Растертые Дерево Деревянную стружку Да Деревянную стружку Соединенную С клевой основой Которая плавится От температуры Собственно Из этого материала Делают листы Если ты их Нагреваешь Их можно Терраформировать Как угодно Даже практически Как пластилин То есть Взять Скатать шарик Что-нибудь Из него Выпилить Или просто Взять Листок Сделать Офи Воронилифчик И это очень Легкий Но дорогой Материал Для крафта И сейчас Из него Сейчас Все Западные Косплееры И некоторые Обеспеченные Российские Сделают Свой крафт А для менее Обеспеченных Сделан российский Она Баблстар Баблстар Да Слушай Их там еще много Тех термопластиков Примерно 10 Я тебе могу Конечно Про них рассказывать Но не буду Ну так вот Не важно Нафиг эти термопластики Нафиг эти Сложные Технологичные Дорогие Материалы Потому что 88 Долларов За Лист Это много Даже Знаешь Из лего Купить Думаю Дешевле будет Собственно Так Видимо И подумал Ник Брик Ютубер Который Создает Различные Интересные Предметы Из конструктора Лего Он На этот раз Собрал Импульсные Пистолеты Трейсер Из Овервотч И демонстрирует Их Видео Здесь бы Неплохо Видео Показать Оно уже Было Пока ты Рассказывала Про Ворблу И Баблстар Там уже Показали Все Ворбла Можно Можно Показать Другие Работы Замечательного Человека Который Еще Создавал Пистолет Пулемет Из шутера Титанфал И Оружие Из других Игр Например Из Star Wars Battlefront Battlefield И Halo 5 Молодец Парень Умерец Он Сделал И подсветку И Механику Да Это круто И На самом деле Из лего Я очень хочу Набор Колесообозрения Я Как-то Раз Заходил В детский мир В Москве Там есть Большой Отдельный Прям этаж С лего И Там был Набор Колесообозрения Можно Собрать Своё Колесообозрение Если Докупить К нему Моторчик То оно Еще Будет Доработаться Это круто Не На самом деле Всегда Хотел Что-то Лего Причем Именно С моторчиками Которые Там Есть Отдельные Наборы У меня Кому Я помню Подарили Лего Машинку Которая На радиоуправлении И это Прям Круто Если Тоже Что-нибудь Такое Хотел Вот Что Будем Двигаться Дальше Правокласт Новость Правокласт Тут Появилась Информация На тему Того Почему Сначала Почему Австралия Сначала Не пустила Аутласс 2 А потом Дала Разрешение И Решение Оказалось Все-таки Не В их Крутом Как-то Не администраторе Как он Зовут Че Да В общем Оказалось Дело Не в депутате Которого Все Возлюбили А Намного Все Прозаичнее Просто Студия Отправила Файлы Отражающие Финальную Версию Продукта И Проект Получил Требуемый Взрастной Рейтинг Только Для Взрослых Вот и Все Поэтому Игра Не будет Иметь Своих Версий Для Всего Мира Никакой Цензуры Осталось Дождаться 25 апреля Тогда Ужас Вернется На PlayStation 4 Xbox One И ПК Я никак не могу Дождаться Я прям Очень Сплю И Вижу Выхв вторую часть И очень хочу И поскорее Пройти Потому что Ну Хоррор Такого уровня А кроме Последнего Класса Конечно Почти не было Очень Конечно Хочется поскорее За нее Взяться Второй Отласт Хочется Посмотреть Но Интересно В чем Там Будет Основная История Потому что Она никак Не связана С первой Частью Она рассказывает Про маньяка Она рассказывает Про деревню В которой Все То ли Посходили С ума То ли На них Тоже Какая-то Неведомая Сила Действует В общем Демо Меня Очень Заинтересовало После прохождения Демо Мне Интересно Что Будет Происходить Самой И Я Даже Не знаю Я Просто Нетерпением Жду Я думаю Обязательно Может быть Даже На стримах Пройдем Ее Полностью Я хочу Ну Ты там Орать Будешь Ну Ты же Хорошо Зрители Ты любит Ладно Я Лохну Правда Наверное Но Ты потому Что Играть Не будешь Я уверен Нет Я буду Ты что Будешь Играть Я Наоборот Я Собиралась Что Небось Полное Прохождение Слеер Одно Мне Даже Лучше Я думаю Там Пугать Дождим Не придется Там Главное Просто Что Небось Сильно Впитывающее Подложить На стул Че За себя Говори На всякий Пожарный На всякий Пожарный За себя Говорю Или Потом Просто Мне дачу Построим Наконец Дом На даче Вот Дом На даче Мне нужен Так что Посадим Ильей Дачу Может быть Построим А всякие Паперцы Ты там Себе Оставь Хорошо Я таким не пользуюсь Хорошо Смотри у меня Вообще Обещаю Что Outlast 2 Будет Еще Хуже Первой части Ты мне можешь Помогать Буду помогать Ты можешь сидеть Рядом И поддерживать Знаешь Когда мне совсем страшно Когда я забьюсь в угол Меня убьют Я такая Вася Спасибо Мы будем Хлопать дверью И открывать ее Как будто Там никого нет Чтобы ты Еще больше Нет Это не страшно Слушай У меня дома Две кошки Поэтому Неожиданных звуков Я не боюсь И иногда даже Появляются Три кошки Как сегодня утром Я сегодня утром Проснулась От того Что у меня Дома прыгают Три кошки Потому что У меня их две Сволочи Заснуть помогли Просто у нас Есть соседская кошка Которая Бегает она к нам А бегает она к нам Потому что Не кошка А кот У нас кошки Ему интересно И когда Табу Носится По тебе В 5 утра Сложно спать В общем Удачи тебе В прохождении От ласта Здорово Да Приходите Ребята Поддерживайте Я его тогда дома В одиночестве Буду проходить А может быть И не в одиночестве А может быть И не дома Не знаю Увидим Осталось Дождаться Один из плюсов Как раз Прохождения На стриме Именно то Что Здесь я более-менее Могу пройти Потому что Если бы я сидела И дома пыталась Пройти Это было бы так Да ну нафиг Да ну нафиг Не-не-не-не Не-не Да ну нафиг А здесь хотя бы Я понимаю Что вот Здесь мне ничего Не грозит Здесь есть люди Здесь есть охрана И поэтому Можно попробовать Нет В VR Может я и ошибаюсь Но по-моему VR его нет Ладно Ждем С нетерпением А он 22 Уже в апреле Выходит Насколько помню 25 апреля Я надеюсь Что у нас Может быть Будет доступ Чуть-чуть пораньше Не думаешь Посмотрим Посмотрим Я надеюсь Поехали дальше Давай следующая новость Про Call of Duty Хорошо Источники Портлола Еврогеймер Подтвердили Сеттинг Новый Call of Duty Как оказалось Это и вправду Слив Ничего Сверхъестественного Там нету В отличие От нашего Любимого Инсайдера Шиноби Еврогеймер Подтвердил Не только Сеттинг Но и Утекшее Изображение С подзаголовком World War 2 Вторая мировая Последний раз Серия Обращалась К этой Эпохе В Call of Duty World at War В 2008 году За разработку Отвечает студия Слендж Hammer Games Представитель Который Сразу после выхода Call of Duty Advanced Warfare Сообщал О желании Команды Создать Игру В эпохе Второй Мировой Войны Это сообщение Датируется Началом Ноября 2014 года Это мы Напоминаем Для тех Кто уверен В том Что новое Call of Duty Начали делать После успеха Battlefield 1 Ну так Кто-то Вот кстати Мне нравится Предполагает Что вполне возможно Закончится тем Что все Влетят в космос В Battlefield Да Call of Duty Ой Call of Duty Call of Duty Battlefield Для тебя Одно и то же Потому что Это шутеры А ты в них не играешь Это шутеры По военной тематике Они против шутеров Например Про зомби Или какой-то там В фантастическом сеттинге Не знаю Взять тот же самый Биошок Он чудесный Стрелять зомби Это чудесно А эти вот Солдатики Война История Ну и нафиг Зачем она Она уже была Это уже прошло Это то что есть в нашей жизни Ты же понимаешь Что это Показывает историю С другой стороны Ты да Читал это в книгах Смотрел об этом Фильмы Но тут ты можешь Посмотреть эту историю В роли бойца Почему бы и нет А могу пойти пострелять зомби Что я предпочитаю Знаешь что У Call of Duty На самом деле Очень большая фанатская база И больше ее части У Call of Duty Есть режим зомби Да Есть режим зомби Но большая часть Все-таки фанатской базы Ждет от Call of Duty Старого доброго Военного сеттинга Я понимаю Потому что Очень много сейчас Частей вышло Про будущее Про роботов Про космос И многие все-таки ждали Именно Военных частей Call of Duty За что Изначально И полюбили серию Ладно Следующая новость Про Новый фильм Джуманджи Во время Происходящего В Лас-Вегасе Мероприятия Актер Дуэн Джонсон Представил трейлер Будущего фильма А также рассказал о сюжете Новый фильм Будет называться Джуманджи Welcome to Jungle Добро пожаловать в джунгли И на этот раз Герои будут играть Не в хорошо известную Нам Настольную игру Джуманджи А теперь будет играть На приставочке По сюжету Они будут наводить Порядок в подвале И там найдут Старую приставку С неизвестной Видеоигрой Вот такая вот Адаптация Старого сюжета По современной реалии Запустив игру И выбрать персонажей Ребята смогут Попасть в самые настоящие Джунгли При этом Школьный ботаник Уводит в тело С скалы Вот как тебе Вариант такой Берешь ты Маленький Мальчик Игрок Игрочок Ботанчик А что здесь делать Евгений Пеку Ну он очень Видимо захотел Возможно Он растворяет Образ Ладно На самом деле Это судя по всему Джек Блэк Может я конечно Я ошибаюсь Но Да Это Джек Блэк Нет Вася Ты на него не похож Ты еще Теперь Вот в этом образе На него больше всего похож То есть Да Пеку На него больше всего похож Но Не знаю Посмотрим Надо все-таки Посмотреть Как он в фильме Будет выглядеть Потому что Это просто постер Ладно Премьера фильма В России Будет 28 декабря Мне такая адаптация Если честно Не очень нравится Но все-таки Слушай Ну вызывает опасения Я бы посмотрел Но Скорее всего Через несколько месяцев После выхода В прокате Если вы понимаете О чем я Да И скорее всего Это будет какой-то Комедийный вариант Более Скорее даже не комедийный Так вот знаешь Нет Комедийный Если там играет Джек Блэк Медийный просто Медийный Просто медийный Хотя Джек Блэк Неплохо показал себя В Конге Прибеду Не вот сейчас Который выходит А до этого Выходил Он там Был именно Не комедийным Актером И даже Там есть Снегр Ну Понятно Кто умрет первым Ладно Давай немножко Ускоряться А то у нас Много времени А тебе скоро Кричать нужно будет У нас осталось Несколько новостей Тоже кстати Про Дуэна Джонсона Следующая новость Время первых Может сместить Форсаж Моси 8 в российских прокатах Продолжается у нас Странная история С российскими фильмами Когда ради выхода Ради премьеры Российского фильма Смещают Немного Релизы Зарубежных Вот Для того чтобы Как говорят Ничто не мешало Прокату Но вот Кстати По поводу Фильма Время первых Мне Очень интересно По причине того Что вот Такие Ну Я не знаю Как он полностью Исторический Или полуисторический Такие у наших Киноделов На самом деле Неплохо получаются Возьмем Легенду 17 И что-то у нас Про космос было Я к сожалению Забыл Как фильм назывался Если я правильно помню То Фильмы очень хорошо Прошел Фильмы очень хорошо Прошли в прокате И Неплохо Ну то есть Понравились аудитории Мне кажется Что Вот время первых Должно тоже Хорошо зайти Но то что Ради этого Там С Премьеру Форсаж 8 Перенесут на неделю Ну Так решили К сожалению Мы на это Никак не можем Ты так уже будешь Среди страдать Из-за Премьера Форсажа 8 Нет Я вот вообще Не понимаю Я даже на самом деле Вообще Знаешь Вот Название Фильма Солярис Нет Нет Солярис Да Это Тарковского Да Но это же было еще Подожди Солярис Тарковского Он был еще По-моему Вообще Ну то ли Не про Гагарина Ну ладно Давай Знаешь Ставь любое название Фильма И приставку 8 Восьмая часть И сразу Немножечко Так Забеспокоишься О качестве Этого фильма Потому что Ну вот о чем Можно уже 8 частей Подряд Говорить Если только Это не Гарри Поттер То там Думаю Многие поклонники Скажут Что что-то там Со временем Не менялось И первая часть Не такие Как последняя Так что Вряд ли мы Что-то большое Потеряем Из-за переноса Ну впрочем Несколько Купленчих стей Кинотеатров Включая Синемапарк Коро Формулу кино И Киномакс Уже написали Письмо Министерство культуры С просьбой Не отодвигать К примеру Восьмой часть Форсажа Ну не знаю На самом деле По трейлеру Восьмой форсаж Очень круто Выглядит Но Вспоминая Что это Восьмая часть Я не очень рад Мне кажется Первая Вторая Третья На этом Уже Можно закончить То есть Что там Еще можно Показать Выговорить Неплохой Ладно Пускай Переносит На самом деле Форсаж Но Вот На самом деле Время Первых Мне хочется Посмотреть Давай дальше И еще Одна новость Про фильмы Вышел Второй трейлер К фильму Человек-паук Возвращение Домой Во время Недавнего Мероприятия Синемакон Проходящего Лас-Вегасе Компания Соня Пикчер Представила Новый трейлер Фильма Про Человека-паука И у него Там отбирают костюм Да У него там Тони Старк Отбирает костюм Главной роли Фильмы Сыграли Том Холланд И Роберт Дауни Младший Как раз таки Тот самый Айронмен Который Отнимет Костюм Собственно В трейлере Мы даже Можем увидеть Что там Себе Питер Питер Накреативил Место этого костюма Новая история Расскажет О школьных годах Питера Паркера И его первых Больших приключениях В роли героя Да Как окажется Тот костюм Который ему дал Тони Старк Безразмерный Там в какой-то момент Даже маску Натянет на себя Его друг Да Там показывают Что В школах Там даже используют Да-да-да В трейлере показали Не знаю В фильме может Полностью оденет Костюм его друг Я уж не знаю Это наверное Тоже будет весело В общем Фильм Не знаю Мне не нравится То что это уже Третий перезапуск Человек-паука Третий Слушай У Бэтмена Сколько было перезапусков Там не перезапуски были Там Ну как-то Ладно С Бэтменом Немножко по-другому Обстоят дела Потому что Первые фильмы Про Бэтмена Выходили очень давно Ну да Там конечно Побольше временные пережутки Там большие временные пережутки А тут За сколько За 10 лет получается Сколько фильмов вышло Сколько перезапусков было Я конечно понимаю Что тут Для чего это сделано И почему это сделано Потому что Мстители Нужно вписать Человек-паука Мстителей Но Почему нельзя было Вписать старого реальности Слушай Ну возможно Все-таки Проблема в том Что Человек-паук Все-таки Герой Как-то более Ориентированная На подростков И поэтому Им приходится обновлять Из-за Быстрого взросления героев Костюм кстати Который он сделал Сам Выглядит тоже Ну неплохо Но он выглядит Да Он выглядит В основном Как Толстов В общем Я не знаю даже Что здесь Сказать Но фильм Должен получиться Неплохо Мне кажется Ну посмотрели Думаю На Рококулем Включи Можно Да Но тут Я так понимаю Что очень сильно Переработали Историю Все-таки Питера Паркера Потому что тут уже Новый костюм Все-таки Его Как-то Боже Гоблином Зеленым гоблином Я так понимаю Что Наоборот И вообще Остановление О его противниках Потому что Насколько я помню Его противником Да Зеленым гоблином Был не какой-то Просто злодей Бандит Да А именно Его там Друг Отец Его друга Ну так что Ну ладно В общем посмотрим Что из этого выйдет Ждем просто Выхода фильма Надо сходить Посмотреть Чтобы понимать Что будет так Да Фильм выйдет 6 июля А через два года Уже планируется продолжение Мне еще нравится То что в интернете Ходят Я вот не знаю Относится ли Действительно К новому Дэдпулу Или нет Скорее всего Просто поклонники Сделали Но на основе Постера К новому человеку Пауку Сделали постер Дэдпулу В этот момент Где Он отдыхает На краю Потом подходит Дэдпул Его скидывает Такой А Дэдпул 2 Скоро тоже выйдет Понятно Ладно Перейдем к последней Новости на сегодня И она Очень крутая Тут появился Тизер Трейлера Destiny 2 С русской Озвучкой И это круто Это может Мне кажется Означать То что И сама игра Выйдет с русской Локализации Полной Ну это было бы странно Если бы Только на трейлере Не подразнили бы Ну Рекламный трейлер Почему бы и нет У нас по-моему Есть какие-то игры Которые Имеют рекламные трейлеры На русском языке А русской Озвучки не имеют Но я могу ошибаться Может быть такого и нет В общем Destiny 2 Быть Быть ей Осенью 30 марта В 20.00 по московскому Времени Быть Трейлеру Полному Игры Я очень надеюсь Что там покажут Геймплей Вот Тут в основном CGI ролик Анимация Геймплея Практически нет Но Тизер сделан Просто круто Эпик Эпиком Погоняет Эпик на эпике Да На дате Выхода И платформах Пока ничего Точно неизвестно Все пока что И вправду Только слухи Катаку вроде подтверждали Но Все таки Подождем Официального анонса Вот По слухам Конечно Xbox One PlayStation 4 И ПК По слухам 8 сентября По постеру Которые вроде как Слили Но официальный анонс Ждем С нетерпением Демка В июле Собственно будет Уже совсем скоро Бетка Всего через пару дней Так что ребята Дождемся Да В общем желаем Я на самом деле Желаю удачи Банже Потому что они Достаточно давно Не выпускали Шутеров на ПК У них Из старых Боже я совсем забыл В общем они Работали над Halo И по-моему Какие-то из первых Частей Halo Только выходили на ПК Тут Я им желаю удачи На самом деле База игроков Destiny Мне кажется Только увеличится И я думаю Что на ПК Я приобретю себя И буду достаточно Долго играть Надеюсь Со своими друзьями Да это официальные новости Когда именно появился Буквально День-два назад Слив интернет У этого постера Уже было огромное количество Комментов Отклика От игроков Что да Мы очень ждем Мы очень хотим Мы там верим Надеемся Что это обязательно будет Так что Игровое сообщество Действительно Но при этом Кстати я уверен Что многие останутся На PlayStation 4 Потому что будут бояться Читов на ПК Но это мы конечно Скорее всего Узнаем на бета Там уже Я уверен Что на бета Тесте Многие ПК игроки Хотя я не уверен Что будет бета На ПК Скорее всего будет Многие бета Игроки Попытаются ее взломать Так или иначе Проверят на всякие Стандартные читы Найдут старые добрые Что такое Комментарий ПК не для игр ПК не для игр ПК не для игр ПК для работы Да вообще А вы что просто так Да просто так сидим Просто так сидим Общаемся Ладно друзья Это были все новости На сегодня Их было много Да Да Их было много Они были интересные Дустани Дустани ждем С нетерпением Тем спасибо Что смотрели Спасибо что комментировали Были рады Отвести для вас Этот эфир Далеко не расходитесь Совсем скоро У нас игр по заявкам Там как раз Снова увидите Лей Она будет вам Кричать в уши Я надеюсь Не только я Может быть Я еще кого-нибудь Стащу из редакции Кто мне поможет Нет Ты уверен Ты будешь страдать одна Нет Я хочу не одна кричать Тебе второй человек Я попробую Ладно Увидим Чем это в итоге Во что это в итоге Выльется Далеко не расходитесь Это была Игромания утром Лея Радна Василий Копейкин Дмитрий Кудряшов За кадром Всем пока Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok